Александр Амелин, Артем Моськин, Иван Кичатов, Дмитрий Некрасов, Александр Фомин. Эти имена ярославские болельщики наверняка скоро выучат и будут скандировать на каждой домашней игре бурелестника. А пока большой баскетбол для Ярославля еще в новинку. Сюрпризы поджидали болельщиков уже при входе в новый спорткомплекс. Гостей встречал тарисман команды Бурелон. А вот у зеркала прихорашиваются девчонки из группы поддержки. Специально к старту баскетбольного сезона в Ярославле они разучили 12 номеров. Признаются, на подготовку ушло почти 5 месяцев. Обещают, скучать болельщикам не дадут. Очень много эмоций. Скорее хочется уже выйти, развлекать публику, заводить. Надеемся, что все пройдет замечательно и наша команда выиграет. В том, что на первом домашнем матче сезона на трибунах Вознесенского будет аншлаг, сомнений не возникало. Среди болельщиков нашей съемочной группой были замечены даже волейболистки Тутаевской Ярославной ТМЗ. Улизнуть от зоркого объектива нашей телекамеры девчонки, разумеется, не смогли. Хоккей есть, интересно, да, но баскетбол это все-таки, ну, поинтереснее, в общем, будет, чем какие-то другие виды спорта. Ожидания публики баскетболисты оправдали в полной мере, хотя первые две четверти на паркете хозяйничали все-таки гости – баскетболисты Саранской и Рускон Мордовии. Сказался и более высокий уровень подготовки соперника и небольшой мандраж со стороны хозяев. Немножко игроки перегорели, поэтому посыпались быстрые фолы, в некоторых моментах пытались найти игру один в один, и это не получилось. Ну, чисто волнение от первой домашней игры такого зала, без этого очень тяжело, первый раз всегда тяжело. Однако во время большого перерыва наставник Болжан Тада Сточку все же сумел достучаться до своих подопечных. Поэтому, начиная с конца третьей четверти, уже буревестники погнали оппонентов вперед. В итоге, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, оранжево-черным не хватило всего пяти очков – 81-76 победа баскетболистов Рускон Мордовии. Самым результативным в составе Болжан стал нападающий Александр Фомин, записавший в свой актив 24 очка. Было несколько обидных потерь, соперник ушел на 20 очков, и потом сами видели, буквально за 10-12 минут мы почти отыграли это преимущество, создали интригу и могли вернуться в игру, но, к сожалению, не хватило времени. Очевидно, все-таки, поскольку это новшество, это пока приносит свои плоды. Народ с большим интересом идет и смотрит баскетбол. У нас, если можно так сказать, поднаелись немножко. И, скажем, если раньше мы собирали в Суперлиге практически полные залы, то сейчас у нас такого нет, ажиотажа, скажем, как у вас. Хочется надеяться, что аншлаги на домашних матчах Буревестника теперь станут хорошей традицией. Тем более, чтобы пробиться в плей-офф чемпионата, поддержка родных болельщиков депутанту Суперлиги очень нужна. Владимир Летуновский, Юрий Соболев, Олег Лушников. День в событиях.